парни всем привет вы на канале наша охота рыбалка меня зовут михаил я приехал в очередной раз на охоту охотиться буду на кабана дойти до вышки мне ну наверно километр пройтись пошли вперед время как раз подходящая где-то 656 часов на вечером уже как раз где-то за полчасика до бреду до вышки залезу и буду ждать кабана оставайтесь будет интересно поехали успешный охотный кабана возможно лишь тогда когда охотник изучит повадки этого животного они особенно предсказуемы кабан как правило ночует труднодоступных местах защищенных не только от человека но и от ветра осенью это может быть овраг заросли камыша густые чаще леса предсказуемо также его передвижение облюбовав места кормежки и ночлега кабан передвигается только одной тропой причем в обеих направлениях осенью и в начале зимы у диких свиней происходит брачный период поэтому часто их может выдать в это время шум драки самцов ночами в осень стадо кабанов может встретить на полях но даже при такой активности они ведут себя довольно тихо охота с вышки или засады здесь главным правилом является соблюдение полнейшей тишины кроме того нужно такая одежда чтобы от нее не исходил посторонний запах а также категорически запрещено курить для многих охотников такой способ кажется неинтересным но посмотрите пару видеороликов и убедитесь в такой охоте есть свои прелести кто смотрит за моим каналом в прошлый раз я здесь охотился на лабазе все помнят эту бочку после этого прошло несколько месяцев мы совместными усилиями напряглись и соорудили на этом перспективном месте место лабаза вышку вышка получилось офигенское она божественная на ней еще ни разу никто не охотился выходит ли зверь после этой реконструкции сюда на эту площадку я не знаю первая охота пожелать мне ни пуха ни пера я полез на вышка вышка кстати вот на нас ведь вот вот такая она высоченная получилось клево она прям огонь а вот это лабаз был вот мой лабаз которым я сидел короче ждем зверя я полез на вышку очень интересно что будет многие думают что вышки делают чтобы охотник там прятался это не совсем верно кабан вообще плохо видит и по сути реагирует только на быстрые движения задача вышки в другом поднять охотника от земли и принести его запахи в двигающиеся слои воздуха которые проходят над кабаном поэтому в зависимости от силы направления и перемешивания слоев одни и те же действия могут спугнуть кабана а могут и нет моем случае вышка получилась очень высокий больше пяти метров и хотя она еще не доведена до ума сидеть на ней было одно удовольствие счастья нету границ просто эта вышка которая у нас получилась она классно не продувается очень высок вместо того лабаз на котором я сидел это конечно несравнимые вещи абсолютно природа класс отдыхаешь от городской суеты все вот это вот от нервов от этих от всех которые тебя в городе окружают тишина спокойствие солнце зашло за горизонт на часах было около 19 часов и без без средств рассмотреть что происходит на подкормочной площадке было невозможно я взял в руки свой проверенный временем и охотами тепловизор и начал наблюдать первыми по лакомиться пожаловали мыши и птицы вопрос за на таком что за птица попалась в окуляр моего тепловизора спустя некоторое время я заметил движение в чаще леса вот наконец-то мое старание и терпение вознаграждено подумал я но не тут-то было из-за дерева появился енот немного фактов о еноте еноты отдаленные родственники медведей зимой еноты впадают спячку их сон неглубокий и они часто просыпаются чтобы пережить зиму енот необходимо набрать 30 процентов от своей обычной массы еноты никогда не роют себе норы они предпочитают занимать чужие но более предпочтительными для них жилищем является дупло деревьев прекрасное ночное зрение позволяет двигаться еноту галопом в полной темноте когда еноту грозит опасность от которой он не может отбиться убежать или спрятаться он прикидывается мертвым в неволе еноты живут более 20 лет из личного опыта если енот вышел на подкормочную площадку особенно осень кабанов не жди еноты ненасытные могут провести на подкормочной очень много времени и после того как удовлетворят свой аппетит уходит не для того чтобы развалиться у себя в норе а за друзьями и через некоторое время он возвращается уже не один еноты ведут себя шумно особенно когда их больше одного в это время года кабан очень осторожен и выходить на подкормочную площадку без крайней необходимости не будет питание еще хватает на полях и в лесах именно поэтому любой шорох посторонний звук или запах со стопроцентной гарантией отпугнет кабана и коли речь зашла в енотах на этом грехи енотов не заканчиваются для себя отметил большой рост популяции данного вида и с ростом популяции енотов все меньше и меньше становится боровой дичи в хозяйствах на мой взгляд у боровой дичи появился еще один враг который по моему разумению в последнее время стал самым настоящим врагом номер один пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как вы понимаете охота не состоялась кабаны даже близко не подошли к подкормочной по моему мнению виной стали еноты енотов я насчитал аж 5 штук но как говорится охота это не магазин ставьте лайк кому было интересно увидимся на следующих охота пока а